Всем привет! Вы на канале Интересное в деталях. В истории человечества часто исчезали огромные водоемы, пересыхали или меняли русло. Но на это требовалось сотни или даже тысячи лет. Однако, недавно в Южной Америке исчезло целое озеро и всего за одну ночь. Никто не может дать внятного объяснения случившемуся, ни ученые, ни местные власти. Давайте в этом выпуске рассмотрим поподробнее этот феномен. Инцидент произошел в южноамериканской стране Чили. Озеро Риеско находилось в известной области Патагония. Многие туристы и любители природного отдыха, прогулок на лошадях вдоль берегов водной поверхности, обожали проводить здесь время и свой досуг. Наполнялось озеро ледниковыми водами. Просто представьте себе, площадь Риеско составляла 14 тысяч квадратных километров. И вся эта водная махина, вместе с рыбой, исчезла менее чем за сутки. Такое молниеносное исчезновение озер, это невероятная редкость. Поэтому выдвигались самые разные версии. Некоторые говорили о том, что воду могли похитить внеземные силы, а кто-то предположил, что пресную воду специально выкачали в подземные резервуары для секретных городов, которые земные элиты якобы строят под землей на случай ядерных войн или глобальных природных катаклизмов. Выдвинули версию и геологи, по которой озеро могло исчезнуть из-за геологических процессов. Эти процессы присущи данным местам. Так называемое, Тихоокеанское огненное кольцо, протянувшееся вдоль побережья Чили более чем на 1200 километров, известно тем, что в его районе регулярно происходят тектонические сдвиги и разломы. Ученые на данный момент ограничиваются только лишь предположениями и догадками, что именно из-за этих тектонических сдвигов озеро и пропало. Якобы по берегу Рийска произошел геологический разлом, и вся вода почти мгновенно ушла под землю. Если это на самом деле так, то для целого региона Чили будут ожидаться серии возможных провалов почек и даже землетрясений. Подобный инцидент происходил в Китае, где провал грунта проглотил пруд и 25 тонн рыбы, и в Мексике, где река Атаяк исчезла за одну ночь. Но в случае с озером Рийска версия оказалась спорной, потому что при доскональном исследовании пустыни, образовавшейся на месте озера, ни одного, даже небольшого разлома, не было обнаружено. Поэтому нет точного объяснения этому феномену. А вы как думаете в чем причина столь быстрого исчезновения озера? Пишите в комментариях. На этом у меня все, если тебе понравилось, ставь лайк и подпишись на канал, еще увидимся.